Начали. Вот Аня, стадионная, и он чего? Уточнение такое. Она не так давно читала стихи на концерте «Дождя» презентации. Презентуем мы свое Содружество. Скажи, пожалуйста, зачем ты в этом участвуешь вообще? Таковой вопрос. Ну, я как-то в 2001 году пришла на концерт и вдруг поняла, что существуют песни со смыслом. Я в какой-то момент до этого отчаивалась и решила, что нет, уже не будет то, что все хорошо, все успокоились и просто качественно делать музыку. И тут я пришла, и на меня это повлияло, я услышала, захотела... А что на тебе не хватало вот этих песен? Не хватало какого-то смысла и поиска истики. Студистиками истики. При помощи общества. И вот, собственно говоря, меня это зацепило. Ну, то, что я прям тогда сразу это симулировала, я почувствовала, что вот то, что был вот русский род, да, и вот это вот было как-то связано с этим внутренним содержанием. Следующие свои шаги, какие были после этого акта? Ну, я узнала, что ли, с сайта, написала туда отзыв один, второй, у меня была гостевая книга. Вот, и потом там Дима просил записывать какие-то кассеты, нужно было копировать, когда еще сборники. И я могла копировать и предложила свою помощь. Скажи, а что он тебе дает ручка участия в этом соброшитое? Прежде всего, наверное, удивительный круг знакомств. Удивительный. И потом, обычно, когда, ну, жизнь, она разная, иногда плохо, иногда не очень хорошо, вот. А после концерта ты действительно можешь получить новые шансы, захотеть что-то изменить в уши в сторону в себе и что-то делать из этих. Угу. Скажи, вот сейчас много разговоров идет о том, как развивать даже сообщество. Угу. Вот кто-то говорит, что хорошо было не разрушить, это уже был бы результат. Вот. А у тебя какие мысли? Я вообще очень вдохновлена вот этим опытом, даже организацией этого концерта. То есть вот когда ты в этой переписке, вот мы создали эту общую переписку, да, и в этой переписке ты видишь, как люди включаются, на каком этапе, что действительно происходит. Вот. Я прям так вдохновилась. И я надеюсь, что и дальше это будет как-то развиваться. Ну да, не разрушить это важно, но идти вперед тоже надо. Невозможно уже осталось. Какие у тебя видни какие-то есть? Как именно можно делать? Хорошо, у тебя удушевил этот опыт. А вот какое-то виденье есть, то есть что дальше делать? Ну хотя бы в общих чертах. Ну, мне нравится твоя идея, ну, помощь друг другу, да, какого-то, может быть, технического инструмента, который помогал бы помогать музыкантам именно обмениваться, помощь друг другу. То есть, один помогает записывать, а другой, допустим, подыгрывает на гитаре. Это не моя идея. Нет, ты поговорил-ка, ты помнишь, взаимопомощь. Да. Это я придумала. Я имел в виду, на самом деле, сотрудничество. То есть, когда, например, какая-то группа малая, небольшая, что-то организовывает, продумывает вместе. Я просто давно, видимо, думала про такую штуку и допридумывала. Придумывала немножко. Вот. И социальное направление мне близко, но мне кажется, что надо то, что тоже сегодня мы попробовали, вот эти контакты с социальным проектом, просто более, ну, целевые проекты. И искать, где мы действительно можем быть полезными и которые, как бы, заинтересованы в нас. Вот как раз Паша Федосов передавал привет из Казани с форума Форда Андрея Первозванного, в котором он... И он написал, что сотрудничество искусства и социального направления, социального служения – это перспективное направление, которое как раз и надо развивать. То есть, они об этом сейчас прямо говорят и вот передают нам привет. А что тебя еще порадовало, кроме вот этого подготовки к этому концерту вообще в жизни? Я вот спросил у Иноса. Какое-то событие тебя в жизни просто порадовало? Что-то есть такое в жизни? Что тебя именно порадовало, ну, кроме концерта, даже сообщество? Снег. Снег? Классно. Я еле дошла. Я еле дошла, да все-таки просто фотографировала, как он красиво фактически попадает. Спасибо, это говорила Аня студеная. Успехов, всего доброго у тебя. Спасибо. Спасибо.